Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Рано или поздно каждый пятый житель планеты заболеет раком. Это по данным мировых экспертов. По смертности онкология занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика по Казахстану за последние 20 лет тоже неутешительная. Но невзирая на это идет активная борьба с раком. Что делается для снижения заболеваемости и как новые центры помогут в этом, расскажет наш корреспондент. В республике ежегодно выявляется около 30 тысяч новых случаев онкозаболеваний. На динамическом наблюдении 217 тысяч пациентов ежегодный рост на 5%. И среди заболевших раком 56% это трудоспособные лица. Женщины заболевают онкологией чаще мужчин. По распространенности на первом месте это рак молочной железы 13% от всех состоящих на учете. На втором месте рак легкого 10%. На третьем месте рак кишечника 9%. Ежегодно в республике у 5000 женщин диагностируется рак молочной железы. Ежегодно в стране от рака умирает более 13 тысяч человек. Умирает от рака чаще мужчины, что связано со структурой смертности. Эту невеселую статистику можно разбавить ранней диагностикой, которая дает более высокие шансы на выздоровление. Важна такая процедура, как скрининг и на оказание онкопомощи. Ежегодно выделяется 95 миллиардов тенге. Из них 35 миллиардов идет на лекарства. Использование современных препаратов показывает улучшение результатов лечения даже с запущенной стадией. Ежегодно выполняется 30 тысяч онкологических хирургических операций в комбинации с химиотерапией или как самостоятельный метод. При этом ежегодно увеличивается доля операций, выполненных с использованием видеоэндоскопического оборудования, и она достигает 30%. На сегодня 14 тысяч пациентов получают химиотерапевтическое лечение. Это порядка 90 тысяч сеансов в год. И чем больше будет возможностей, тем лучше, уверены эксперты. И помимо лекарств, нужны высококвалифицированные специалисты и оснащенные клиники. Накануне пришла хорошая новость. Казахстан будет первым в Центральной Азии, кто начнет проводить протонную терапию для онкобольных. А все благодаря Национальному научному онкологическому центру, который откроется уже в следующем году. Для улучшения ситуации мы специально строим в Астане Национальный научный онкологический центр. Это сложный объект. Чтобы он соответствовал международным стандартам, к строительству привлечена международная компания, обладающая соответствующим опытом. Работы завершены на 90%. Тут два лечебных корпуса. Будет радионуклидная диагностика, терапия, производство фармпрепаратов, радиолучевое лечение и так далее. Предусмотрено радиолучевое лечение, представлено пятим аппаратами. Первый аппарат – это контактная лучевая терапия для лечения раков предстоятельной железы, раков молочной железы. Дальше у нас представлены также четыре аппарата бесконтактной лучевой терапии. Это такие аппараты, как Эдж, два аппарата Трубим. Ряд из них, которые представлены впервые в Казахстане. Также в центре представлен протонный центр. Это на постсоветском пространстве первое решение, которое будет нам помогать. В стационаре предусмотрено 10 операционных. Из них две операционные – это гибридные, которые оснащены биплановым и моноплановым ангиографом для проведения высокотехнологичных операций. А еще лапароскопия, центр онкогематологии и многое другое. В центре планируется до 200 трансплантаций костного мозга в год. Этим самым мы сможем покрыть треть нуждающихся пациентов. Мощность самого центра – это 6 тысяч пациентов в год. С стационарного лечения – 3 тысячи пациентов на облучение, от 3 до 4 тысяч. Также 500 посещений амбулаторных в день и 150 коэкстного стационара. Второй блок будет у нас представлен научным блоком, образовательным блоком, стационаром на 140 коэк, тремя операционными и большой диагностической поликлиникой. Ранняя диагностика у онкопатологии выросла до 30% и первичную помощь можно получить в поликлинике по месту жительства. Функционирует более 2000 смотровых кабинетов и более 500 кабинетов врача-онколога. Гульнару Марова, Ахмедиар Ильясов, ТДК-42. В Казахстане все-таки изменят часовые пояса, но только в некоторых регионах. Об этом сообщили в Минэкологии. По плану в Западно-Казахстанской, Октюбинской, Казалардинской, Атраусской и Мангостаусской областях в ночь с 30 ноября на 1 декабря стрелки сдвинутся на час вперед. Жить будем по столичному времени. Пока решение не принято, проект будет широко обсуждаться с общественностью. Министерством экологии и природных ресурсов совместно с Министерством торговли, интеграции и другими заинтересованными организациями изучается вопрос установления единого порядка и исчисления времени на территории Республики Казахстан. Создана рабочая группа с участием депутатов, представителей центральных госорганов, общественности и научных организаций. В Атрау республиканский проект «Сто дворов», на который выделили 3 миллиарда тенген, ведется недолжным образом. Такое заявление сделали жители, где уже начали благоустройство. Работы, стартовавшие в ноябре прошлого года, затянулись. Бюджетные деньги из казны выделены, но жители остались без обещанных ухоженных дворов. Проект «Сто дворов» стартовал в прошлом году с целью благоустройства даров города. Деньги были выделены из бюджета, а выполняемая работа вскоре прекратилась. На сегодня завершена меньшая часть работ. В частности, во дворах многоквартирных домов в микрорайонах Жилгород и Сарарка успели снять старый асфальт. Строительной техники не видно. Разве это работа? Всю детскую площадку разломали и оставили. Отводим детей играть в совсем другой район. Раньше мы просили новую площадку, а теперь даже старой детской площадки у нас нет. Стоит отметить, на проект «Сто дворов» в ноябре прошлого года выделили миллиард тенге. А в начале текущего года – ещё 3 миллиарда тенге. По словам чиновников, причиной остановки работ стало удорожание строительных материалов. Сейчас в проект вносят корректировки. В связи с значительным ростом цен на стройматериалы, в проект внесены корректировки и переданы на экспертизу. Её результаты ожидаются до конца октября. В случае одобрения работы будут возобновлены. В свою очередь антикоррупционные волонтёры Атраусской области в ходе мониторинга футбольных и детских площадок в рамках проекта «Сто дворов» выявили нарушение на сумму более 14 миллионов тенге. Установлено, что указанные отсутствующие объекты в подписанных актах выполненных работ имеются. Это 16 металлических стойк освещения, 19 уличных светильников, парковочные знаки для инвалидов, дорожные знаки, стойка для дорожных знаков, а также покрытие из резиновой крошки. По словам специалистов, благоустройство в строка домах будет завершено до конца текущего года. Остальные 60 проектов будут встаны в эксплуатацию до конца первого полугодия 2024 года. Очевидно, что будут выделены дополнительные средства из бюджета. Но сколько именно, пока неизвестно. Айдана Каримова, Айбек Байзак, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, АТРАУ. Свыше 13 тысяч фактов заболевания ОРВИ зарегистрировано в Западно-Казахстанской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выросла на 65%. Об этом сообщил главный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухаммагали Арыспаев на брифинге региональной службы коммуникации. Медики настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа, а также соблюдать правила гигиены и профилактики острых респираторных заболеваний. На 17 октября вакцинации против гриппа охвачено 49,5% лиц из группы РИСК. Это 68 990 человек. Вакцинации подлежат в первую очередь медицинские работники, дети, находящиеся на диспансерном учете в медицинских организациях, часто болеющие дети, дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых, взрослые с хроническими заболеваниями, а также по эпидемиологическим показаниям беременные женщины во втором и третьем триместрах беременности, а также учащиеся среднеобразовательных школ, студенты и сотрудники высших и средних учебных заведений. Сезонные эпидемии гриппа могут вызвать значительную заболеваемость, госпитализацию и смертность в осенние и зимние месяцы. Инфекция, вызванная вирусом гриппа, может привести к серьезным заболеваниям, особенно у пожилых людей, беременных женщин и маленьких детей. Вакцинация против гриппа является проверенной, безопасной и эффективной мерой предотвращения заражения и серьезных последствий, вызванных вирусами гриппа. В Западно-Казахстанской области с 1 октября во всех медицинских учреждениях оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, началась кампания по вакцинации против гриппа. Для этой цели закуплено 138 тысяч доз вакцины против гриппа «Гриппол плюс» производства Российской Федерации. Заболевших корью актюбинцев стали отправлять в загородный санаторий. Единственная в регионе инфекционная больница переполнена. Новых пациентов теперь лечат в Чайке, где проходит реабилитацию переболевшие ковидом и туберкулезом. По официальным данным, в стационарах от кори сейчас лечится 81 человек. 13 из них взрослые, остальные дети в основном до 5 лет. Большинство из них не привиты. Двое маленьких пациентов даже поступили в реанимацию. На фоне инфекции у них обнаружили осложненную пневмонию. А еще корь стали диагностировать у беременных. По словам врачей, в приемный покой поступает до 25 обращений за сутки. Поэтому медики настоятельно рекомендуют вакцинироваться. В регионе закуплено 30 тысяч доз вакцин против кори на 90 миллионов тенге. В Чайке развернули 80 койк. Это находится за городом. Прогностический пик мы отмечаем где-то в середине ноября. И после ноября мы думаем, что пойдет на спад. После получения вакцины, хотелось бы сказать, что иммунитет начинает действовать только через две недели. Поэтому мы сейчас всех призываем вакцинироваться. В Атрауском университете имени Халила Дусмухамедова укрепляются международные связи. Сегодня учебное заведение работает совместно с 85 зарубежными университетами. Об этом на совещании сообщил ректор вуза Саламат Идирисов. Каковы перспективы дальнейшего сотрудничества, узнавал наш корреспондент. Количество студентов, принимаемых в Атрауске университет имени Халила Дусмухамедова, ежегодно увеличивается на 5%. Сегодня здесь обучаются 8 235 студентов. В университете много возможностей для обучающихся. Это связано с тем, что Центр образования тесно сотрудничает с 85 зарубежными университетами и может совершенствовать свое образование на международном уровне. В результате 8 студентов, свободно владеющих турецким языком, отправились учиться в Турцию. Совместная деятельность с зарубежными университетами выражает основной вектор общей политики наших стран, фундамент которого заложен во всех международных соглашениях. Сегодня наш консорциум является составной частью общего международного сотрудничества наших государств. Налажена социальная поддержка для студентов со стороны университета и местных исполнительных органов. В частности, студенты, оставшиеся без попечения родителей, имеют возможность обучаться на бесплатной основе. Победителям международных республиканских олимпиад предоставляется скидка в размере 50%, студентам с ограниченными возможностями – 30%, а также мастерам спорта в размере 20%. Что касается науки, то это высокий научный потенциал преподавательского состава всех факультетов. Работают несколько десятков докторов и кандидатов наук. Также работают молодые, но очень одаренные специалисты. В университете реализуется проект «28 кафедр, 28 научных школ». Данный проект предполагает формирование новых научных школ и придание нового импульса работе действующих научных школ для развития академической научной среды. В последнее время наша связь с международными университетами только укрепляется. Наш девиз – «Связуй умы, укрепляя УЗы». Сотрудничаем мы не только с Россией, Азербайджаном и Ираном, но и со странами дальнего зарубежья, такими как США, Великобритания и Турция. Всё это сделано для развития студентов нашего ВУЗа. Совещание направлено на реализацию образовательных и научных проектов, а также широкий обмен опытом в рамках академической мобильности. В завершении встречи ректор университета Саламат Идрисов поблагодарил всех, кто принял участие в важных для жизни университета проектах и отметил, что предложения, высказанные на встрече, будут учтены и решены. Айтана Каримова, Айбек Байзак, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, АТРАУ. Общеобразовательные школы Актюбинской области перешли с информационной системы «Конделек» на новый электронный журнал-платформы «Онлайн МЕКТЕП». Проект реализуется в пилотном режиме и в первую очередь должен поддержать сельские школы. В чем же разница, узнавала Лейла Уесова. Тюбинские школы больше не используют электронный журнал «Конделек». Причиной перехода на платформу «Болемкласс» в управлении образования назвали то, что в этом году было выделено 5 миллиардов тенге на пилотный проект по оснащению около 150 сельских школ. В 12 из них провели полное оснащение предметных кабинетов, а в 134 малокомплектных школах закуплены компьютеры и интерактивные доски. Вместе с оснащением подразумевается и повышение цифровой грамотности учащихся. Мы выбрали платформу «Болемкласс». Она предоставляет бесплатные цифровые ресурсы. Это 26 тысяч уроков на казахском и русском языках по 40 предметам и более 600 тысяч интерактивных заданий. Воспользоваться полезными материалами могут учителя, ученики и их родители. Поэтому мы решили, что туда надо перевести все городские, районные и сельские школы. Новый электронный журнал работает в рамках единой программы «Онлайн Миктеп». Цифровые уроки разработаны в соответствии с обновленной образовательной программой. Любые платформы, которые новые создаются, они создаются прежде всего для учеников. Потому что на любых платформах есть ресурсы, которыми может пользоваться и учитель, и ученик. Ну и для родителя, если родитель заинтересован, он может в любой момент посмотреть достижения ученика, своего ребенка. Что самое главное. И это фиксируется на любой платформе, регулярность просмотра родителей, что для нас сейчас важно тоже. В регионе запустили пилотный проект развития потенциала малокомплектных сельских школ с использованием цифровых технологий, которые реализуются при поддержке фонда «Казахстан Халкна» и устойчивое развитие образования. Меморандум о сотрудничестве заключили между Управлением образования области и компанией «Балемленд». В рамках этого соглашения всем школам предоставили возможность бесплатного использования образовательных ресурсов «Онлайн Миктеп». Как и в любом новом приложении, есть свои недоработки. Их поэтапно будут исправлять. В целом у этой программы больше плюсов. Их уже успели оценить и учителя, и родители. Если оставили бы кунделек, то учителям приходилось бы делать двойную работу и заполнять оба журнала. Еще один плюс – в новом электронном дневнике теперь не будет никакой коммерческой рекламы, на что часто жаловались родители. Инициаторы проекта уверены, что переход на новую платформу даст толчок развитию опорных школ, разработке педагогических и методических рекомендаций, а также станет примером для масштабирования проекта «Балемал» в других регионах Казахстана. Лайла Уэсова, Жумар Тадебергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тубе. В Западно-Казахстанской области состоится несколько конкурсов, посвященных творчеству поэта и писателя Кадыра Мурзалии. Областным центром культуры и искусств имени Кадыра Мурзалиева в декабре текущего года планируется реализация проекта «Кадыр Казана», посвященного пропаганде творчества лауреата Государственной премии народного писателя Казахстана поэта Кадыра Мурзалии. Проект «Кадыр Казана» продлится месяц. В его рамках пройдут два регионально-республиканских и четыре областных конкурса. Об этом на площадке региональной службы коммуникации рассказал директор Центра культуры и искусств имени Кадыра Мурзалии Серик Токмамбетов. Основная цель реализации проекта – это пропаганда творческого наследия поэта и писателя. На конкурс принимаются видеоролики, раскрывающие суть произведений поэта. Призеров наградят в январе 2024 года. В рамках проекта «Кадыр Казана» будет проведен конкурс по чтению стихов поэта среди школьников. Состоится областной конкурс певцов «Кундирай». В этом конкурсе прозвучат песни на слова поэта. Кадыр Мурзали является одним из основоположников детской литературы. Создание спектаклей из детских стихов – это толчок к работе театральных кружков нашего региона. На регионально-республиканском уровне состоится конкурс спектаклей среди театральных кружков «Кумус-Конерау». Также состоится конкурс среди художников. Он позволит сформировать собственную художественную выставку Центра культуры и искусства имени Кадыра Мурзалиева и создать выставочный фонд. Гарнизон ДЧС Западно-Казахстанской области пополнился новым составом. В церемонии принятия присяги молодых сотрудников принял участие и поздравил новобранцев, главные спасатели региона. В мероприятии приняли участие наши корреспонденты. Гарнизон ДЧС Западно-Казахстанского региона пополнился более чем 40 новыми сотрудниками, готовыми к служению и защите граждан. Начальник департамента Ернар Утигенов принял присягу молодых бойцов, подчеркнув важность быстрой реакции в спасении человеческих жизней. Ежегодно почти около 100 человек поднимается на службу. Надо отметить в текущем году, что за счет мысли исполнять нового, завершается строительство уже на статье завершения, строительство пожарного депо, специализированной пожарной части города Аксай, где штатная численность дополнительно выделена 58 человек. В целом гарнизон Западно-Казахстанского составит более 1100 человек. Молодые спасатели говорят, что служение стране и спасение человеческих жизней – это важная задача. Эту сферу работы выбрал я, потому что с детства видел, как спасатели работают. Я живу недалеко от пожарной части, поэтому в течение своего детства я видел, как работают пожарные. Видел ходы, как они ездят. И с детства хотел быть похожим на них. И вот встал. Важной частью мероприятия стало не только принятие присяги, но и проведение строевого смотра личного состава по проверке готовности к зимнему сезону. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова